Пусть всегда будет мирным рассвет, а не так, как тогда, в 41-м. «Брест, мы гордимся тобой». По таким названиям музыкально-поэтический спектакль, посвященный тысячелетию города, дал старт конкурсу «Театральная весна», который проходит раз в два года в Доме культуры железнодорожников. Артисты Народного театра Брестского отделения Белорусской железной дороги отмечают. Подготовку к масштабному мероприятию начали заранее. Выбор спектакля не случайный. Почему мы взяли этот спектакль? Ну, потому что это подарок нашему любимому городу, это раз. Фестиваль посвящен тысячелетию Бреста, значит, мы обязательно должны были поставить какой-то спектакль, который бы отвечал этой дате. Подбирать артистов не нужно было, потому что они у нас давно есть, устоявшиеся. Многие из них участвуют в театре по 40-45 лет. Это результат большой кропотливой работы. Причем, учитывая, что все участники нашего коллектива – это не профессионалы, но люди не безразличные, то есть, у которых горит огонь и любовь к творчеству. Восемь спектаклей, порядка семидесяти артистов, любительские театральные коллективы практически из всех областей нашей республики на протяжении двух дней демонстрировали высокий профессиональный уровень актерского мастерства. Проведение такого мероприятия, как для города, как, скажем, ну, тысячелетнего нашего города, как для наших железнодорожников, очень важно, потому что это мероприятие, оно, скажем так, несет культуру в массы, оно позволяет зрителям, позволяет в том числе и железнодорожникам понять данный вид творчества, увидеть, что мы можем, что могут железнодорожники, и оценить это уже самим. Вечером Брещан ожидала не менее интересная и насыщенная программа. Впервые культурная бессонница прошла в художественном музее. На несколько часов он превратился в площадку современного авангардного искусства по латимам английского художника Бэнкси. Изначально может показаться, что это просто вандализм, и обычно выставка Бэнкси проводится под таким девизом «Определи сам Бэнкси, это вандализм или искусство». То есть для каждого кто-то находит в этом какой-то смысл, кто-то нет. Владимир Кондрусевич – мастер художественной татуировки. Опыт более пяти лет. Принять участие в по-настоящему вечернем мероприятии согласился, не раздумывая. Рассказывает в вопросах о технике нанесения от молодежи поступало много. Объяснять, что, зачем и почему не составляло труда, ведь это любимый вид деятельности татуировщика. На самом деле это очень тяжело. Не так, что просто ты взял, грубо говоря, машинку в руки и начал делать татуировки. Это должно как нравиться, ну как в любом деле, наверное, ты должен это любить, понимать, постоянно интересоваться, совершенствоваться в этом. То есть это все очень технически сложно. Действующая выставка – зажигательное шоу участников школы по брейк-дансу, просмотры фильмов – ярко, увлекательно и незабываемо. Только так можно было описать культурно-развлекательное мероприятие. Пользовалась популярностью зона боди-арт в исполнении Таисии Филипповой. Мастер отмечает – это занятие требует определенных навыков. Терпением и выдержкой, потому что это не тяп-ляп, это должно быть осознанно, это должно быть с душой, можно так сказать. Потому что каждый художник все равно привносит что-то свое, какую-то частичку себя оставляет. Ясно одно – далеко не каждый в этом творчестве может увидеть настоящее искусство. В течение нескольких часов люди могут прикоснуться к различным аспектам современного искусства, как художественного, так и музыкального, и танцевального, и так далее, и так далее. Ну и, в общем-то, этим мероприятием мы хотим показать, что даже в Академическом музее есть пространство для современных течений современного искусства.